А теперь к другим темам. На сегодняшний день диагноз «аутизм» у детей встречается достаточно часто. Это заболевание малоизучено, часто лекарства и врачи бессильны. И тогда на помощь приходят животные. Верховая езда оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние больных детей, помогает им повысить самооценку, внимание и способность концентрироваться. Традиционная и нетрадиционная медицина подтверждают благотворный эффект от общения человека и лошади. Ипотерапия, как и дельфинотерапия, считается одним из лучших способов социализации больных детей. Ребенок-аутист остается внутри своего привычного мира и в то же время вынужден взаимодействовать с окружением, поскольку занятия на лошади физические, а значит требуют концентрации внимания. Это повышает способность ребенка реагировать на внешние раздражители. Это в любом случае развитие. Это для здорового ребенка развитие, а не говоря уже об особенных детях. Это и развитие, и способ общения какой-то другой. То есть мы привыкли с вами общаться информационно в голос, а здесь идет наоборот тактильное общение. Некоторым детям это понять не ближе. Судить о результатах такой нетрадиционной терапии может только самый близкий ребенку человек – мама. Одна из тех, кто не сомневается в пользе этого метода – Ирина Пушкарева. Она, имея личный опыт воспитания особенного ребенка, открыла Центр детского развития «Росток». На сегодняшний день Центр благополучно процветает. Отчасти благодаря неравнодушным людям, которые регулярно оказывают спонсорскую помощь. Депутат Государственной Думы Иван Демченко, который помогает постоянно нашему Центру ежемесячно, можно сказать. И сказал, что и будет помогать в дальнейшем. У нас большие планы. Мы с помощью его тоже планируем построить большой реабилитационный центр «Первый в крае», который будет заниматься комплексом реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь все лечебные процедуры направлены на будущую социальную адаптацию ребенка. Благодаря им они научатся жить в нашем мире.